Добрый день, я Ваш губернатор. Здравствуйте. Так получается, что на прямом эфире из 10 вопросов 8 из положений. Поэтому я, как и обещал, сегодня приехал сюда для того, чтобы пообщаться, посмотреть вам в глаза, постараться ответить на все вопросы, ну и, конечно, найти алгоритм, найти рецепт, найти путь, как выйти из ситуации, в которой оказались жители практически 300-тысячного города. В последнее время, это хорошо известно за пределами городского образования, Балашиха активно развивалась, я бы сказал, очень активно. И все развитие начиналось, заканчивалось одним, строительством многоэтажных домов. Это хорошо, когда строятся дома, и когда мы отчитываемся, говорим, Московская область строит один квадратный метр на каждого жителей. Вот балашихи построили. Ничего. Забыли построить детские сады, школы. Там, где был лес, сегодня проходят коммуникации, как мне объяснить. Проблем очень много. Давайте о них поговорим. Но я сразу хочу сказать о том, что сейчас произнес жителям микрорайона Авиатор. Здесь Юрий Владимирович? Да. Значит, давайте договоримся так. С сегодняшнего дня, 21 число, больше высотных домов балашихи мы не строим. Это легкое решение, с одной стороны. Это легкое решение. Давление на нас будет. Значит, но нас поддерживают. Поэтому новых домов мы не строим. Те, кто начал копать котлован, останавливаются. Это первое. Те, кто заплатил деньги за квартиры, эти дома мы завершили. Мы не имеем права людей подвесить. Это первое. Второе. Дело в том, что любой уважающийся человек должен понимать, где он может проводить время за пределами своей квартиры, своего дома. В нормальных городах есть парк, есть сквер, есть куда отвезти ребенка. Ну, в клуб. Мы богатый город, а клуб у нас, так скажем, похвастаться особо нечем. Давайте договоримся так. По поводу генплана. Я начитался газет, наслушался вопросов вот так. Значит, генплан мы возвращаем на доработку. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ваши вопросы очень плохо. Действительно, научатся следы помогать. У нас проблема в том, что 6 многоквартирных домов практически не строятся. Там тысячи человек, с шестого из которых более 7 лет уже, что-то, в своей квартире. До сих пор не ждет, как застройщик, который собирался воздействовать, и у него нет. И вешал, след застравил в наши объекты. И стоит очень серьезно вопрос. Можно те, кто может присесть? Я отвечу на максимальное количество вопросов. Давайте мы договоримся о порядке. Ладно? Давайте мы спрашиваем. Так всегда бывает. Я услышал. Все. Александр Борисович, идите. Андрей Юрьевич, добрый день. Вы уже 6 лет? Сейчас, по маму, ты дочек. Значит, я что предлагаю? Вот смотрите, у нас в регионе, единственный регион из 83 субъектов, где есть специальное управление. Мы тратим на это деньги, на Александра Борисовича и его команду. Тратим деньги. Платим им деньги. Секунду. Секунду. А может их надо стройку идти? Зачем вы кричите? Не могу понять. Будьте имена. Будьте. Крикам же избу не построят. Уважаемые присутствующие, дело в том, что мы буквально неделю назад встречались, и глава Илья Владимирович встречается каждую неделю по проблемным объектам. Балаши – это один из самых проблемных объектов. Здесь на сегодняшний день у нас 4 компании, которые создали более тысячи обманутых дольщиков, только по одной, уже у нас насчитывается, плюс еще около тысячи обманутых дольщиков, три остальных. Алгоритм решения не найден только по СВК-реоду. СВК-реоду сейчас находится в банкротстве, определяется реестр обманутых дольщиков. Как только он будет определен, мы найдем будет решение. Он всегда есть, только нужно определиться, кто на самом деле является обманутым дольщиком. Там сегодня 962 человека числится по статистике. Но судя по тому, та информация, которая уже поступает, там есть неоплаченные поселяты, там есть офшорные компании. Нам надо разобраться хотя бы. Значит, о чем мы договаривались? Сегодня 21 число. До конца февраля Александр Борисович приглашает всех, кто попал в эту сложную ситуацию. Попал или не попал, будем выяснять. И, соответственно, алгоритм мы попробуем решить. С СВК-реодов или без СВК-реодов. Мы им будем предлагать вам алгоритм. Понятно? Административный ресурс будет включаться? В конце городского округа Блашина. И очень много людей, что мы все гранили. И не могут пойти ни в детские даты, ни в школы, друг в друга. Мы не разговаривали. Мы спокойно говорили. Это и есть вопрос. Как решить эту проблему? Остановить стройку и автоматизировать от того, что приносит меня и качество жизни. Другого лица премьерства. Административный ресурс будет включаться? Административный ресурс будет включаться? Давайте, 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 давайте. Мы всегда с этим, это, это либеральная работа. Мы здесь и выслушивать все то, что досталось нам самим наследство. И попытаться рискнуть, и попытаться найти возможность потихоньку, полигонку. Но каждый день как-то ситуацию меняет. Я оставляю за собой право и гарантирую вам, что этой работой я буду заниматься, не жалея своих сил. Но, Юрий Владимирович, я вас очень прошу. У вас очень тяжелый, большой, престижный, я бы сказал, не район, а регион. И без слаженной команды, я не знаю, здесь есть руководитель администрации. Да, я. Да, вот иди сюда, красиво. Вы знаете, на самом деле, никакую, никакую, никакую большую задачу, никакое, никакое большое дело, здесь не будет одиночка. Даже самые смелые, самые храбрые, все-таки побеждали тогда, когда рядом был надежный тыл, когда слева и справа стоят люди, на которых можно положиться. И я очень вас прошу и требую, если вы дорожите работой, если вы пришли сюда для того, чтобы реально менять ситуацию, то, пожалуйста, оставайтесь и работайте. Но, если я приеду сюда второй или третий раз, и будет такое напряжение, Юрий, без обид, ладно? Без обид. Спасибо! Вы молодые, хорошие, грамотные ребята. У вас многое в жизни получилось. У меня многое в жизни получалось. Я точно не хочу, чтобы нас здесь гоняли палкой. Поэтому я предлагаю вам, если вы готовы к такой работе, очень тяжелой работе, как мы видим, я не могу на все вопросы ответить, это ваша компетенция, но я буду рядом с вами, я вам обещаю. Если вы будете валять, ну, так скажем, не очень добросовестно относиться к делу, то скажите, скажите, что нет сил, нет желания, нет времени, просто это неинтересно. Потому что у вас очень тяжелый нож, ну, правда, очень тяжелый. И не в это все начинали застраивать и загружать это Балашикинское шоссе. Но нам расхлебывают. Понимаете? Если расхлебаем, будем сильными, будем вместе. Пойдем дальше. Если не расхлебаем, то люди не будут верить не в вас, не в вас, и не в меня. Они не будут верить во власть. Понимаете? Мы не верим! Но, да, вы знаете, правильно делаете, может быть, что до конца никому не верите в эту жизнь. Но дайте шанс, дайте шанс тем, кто возглавляет сегодня город, почувствовать перемены. Вот сегодня у нас какое число, 21 февраля. Вот мы обсудили ряд вопросов с коллектором, с управляющими компаниями, с обманутыми дочками, с дыреями везде Дзержинского, с отсутствием полиции в микрорайонах и с наркоманами в частном детском саде. Да? Давайте договоримся так. Через три месяца, через три месяца мы встречаемся здесь же. Да? Договоримся? Через три месяца. Мы уже, с нас уже будет другой спрос. Вот. Вы пришли сюда. Вы встанете на сцену, вы встанете на сцену, и будете отвечать на вопросы, которые будут. Их не будет меньше. Но начните с того, что уже сделано. Вы. Или будет бездействие, второе. Как? А я же сказал. Я же сказал. Уважаемый Андрей Юрьевич, а может до встречного приглашения? Не заводите спокойно. Это то, что я могу... Мы же договорились с эмоциями и руководством, так? Поэтому я прошу руководителей города отнестись к этому очень внимательно. Есть три месяца. Напряженных три месяца, которые должны почувствоваться перемены и желание эти перемены обеспечить. Мы попробуем это сделать. Договорились? Договорились. Но, Андрей Юрьевич, можно сказать, да, жителям всем, если кто-то хочет узнать информацию о том, что произошло за эти несколько месяцев, которыми я руковожу города, то я буду отчитываться в марте месяце перед вами всем. Мы покажем, какие сделаны перемены, какие будут перемены у нас. И если вы в это верите, то я прошу вас поддержать меня в этих переменах. Я тоже считаю, что... Вы знаете, я не хочу не хвалить сегодняшнее руководство, не как-то ругать. Почему? Потому что такое количество проблем, такое количество рук и эмоций. Ну, правда, я много езжу по стране, но нечасто приходится встречать. Поэтому я считаю, что все-таки не торопитесь сталкивать тех, кто просит вашего разрешения, кто желает ситуацию изменить. И Максимов здесь, как вы знаете, находится безгоду неделю, как говорится в русском языке, но чуть больше. Да, недолго находится, недолго, недолго. Но, Юрий, получается так, что если чаще встречаешься, если разговариваешь, то и понимание формируется. Поэтому март-марта, на самом деле вы будете отчитываться, наверное, Юрий Владимирович, перед депутатами и так далее, я вам предлагаю изменить формат. Вот есть самый большой зал, сделайте этот отчет, соответственно, в самом большом зале. Подольщикам решить обман, это вопрос, не обид по вашему. Да, подольщикам. Подольщикам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ